Так, про трек 2. Вот в такой вот коробочке он у нас приходит. Я его предварительно распаковал. Она очень небольшая. Что у нас в этой коробке находится? Здесь сразу на упаковке есть то, что у нас внутри коробки. Вот. Ну и непосредственно, что же там в итоге находится. Вот сам сигнализатор ProTrack 2. На такой пластмассовой платформочке. Такое напоминание юридическое, где, мол, это электронный прибор, без батареек не работает и прочая юридическая юридистика. Инструкции я предварительно достал, мы по ней с вами будем работать. И пакетик с рекламой. Итак, вот так вот выглядит этот наш прибор ProTrack 2. Здесь имеется для microUSB разъем, в котором вы точно тоже можете, помимо кнопочек, настройки вносить и так далее. Стандартные три кнопки. По сравнению с ProTrack 1. Вот он в размере, он немножко короче. По толщине и по ширине фактически такой же, более скругленные края. Не обращайте внимания на мой ProTrack. Ему уже больше 10 лет. Чего только не пережил. Вот. Сейчас познакомимся именно вот с этим новым прибором. В комплекте идет инструкция. Это один такой большой листочек. По большому счету это просто карта действий, по которым можно двигаться. Ну и список функций, с которыми я вас более подробно познакомил. Итак, ProTrack у нас основное отличие в том, что, во-первых, стали, ну в размере я уже сказал, стали писать дату производства. Используются здесь две батарейки CR2325. Вот так вот они выглядят сейчас. Таким вот образом стандартные таблетки. Раньше упаковка была вот такая, а с октября 2017 года уже идет новая упаковка. Вот так вот эта упаковка выглядит. Это швейцарская батарейка, литийная, прошу прощения за тавтологию. На рынке можно найти аналоги щелочные, можно найти аналоги там еще какие-то типа Panasonic и так далее. ProTrack тоже будет работать, но есть одно но. Работает он на щелочных батарейках по времени гораздо меньше. И есть еще один главный минус нештатных батареек в том, что, ну тут не всегда выдаваемый ток, который батареечка может выдать, со временем убивает какие-то ячейки, секции на дисплее. Из-за этого перестают работать ячейки дисплея. Так, в принципе, можно использовать. Итак, для начала включение. Включается стандартно нажатием центральной кнопки и удержанием ее. Через несколько секунд он переходит в ваш режим. Ну и здесь можно уже производить разные манипуляции. Включать можно вручную, включать можно, собственно, в течение 14 часов использовать его без повторного включения. То есть, если вы один раз включили, в течение 14 часов прибор находится в рабочем положении. До того момента, пока вы не выполните с ним прыжок, либо пока не нажмете какую-то из кнопочек на дисплее, на приборе. Если ни кнопки не нажимались, ни прыжки не выполнялись, через 14 часов прибор сам выключится, при условии, что у вас выставлен режим эко, режим экономии батареи. Мы немножко дальше его коснемся. Переходим из режима в режим стрелочками влево и вправо. Таким вот образом. Ну и теперь познакомимся с каждым из этих режимов. Что здесь можно делать? Вот это так называемый flight режим. Здесь он показывает высоту, на которой вы находитесь, время и, собственно, в дату прыжка, когда это происходит. Переходя в следующее, здесь можно выставить режим установки высот. Это high надпись. Это скоростная высота, то есть, высота в свободном падении, на которой сработает у нас пищалка. То есть, прозвенит там 4 500, 3000 или 1500 футов в данном случае. Это low, это низковысотные сигналы, то есть, на приземлении. Следующий режим у нас, общий режим здесь, прибор новый у нас, поэтому у нас здесь чистые. Это количество прыжков, высота отделения, высота раскрытия, время свободного падения. Ну и скорость, это стандартно для протрека, если у вас раньше был протрек, то здесь вам будет все понятно. Это книжка, то есть, количество прыжков, то есть, логбук попросту сюда вы записываете. И время свободного падения. Дата, время стандартно. И какие-то настройки, о чем мы говорили. Здесь у нас настройки либо эко, либо обычное использование батарейки. Бип, это вот вы слышали при переключении сигналы, их можно выключить вообще, и при нажатии кнопок сигналов не будет. Это выбор режима прыжка, здесь их немного, мы дальше посмотрим. ТАС или САС, это скорость падения 3 Airspeed или Skydiver Airspeed. 3 Airspeed, это скорость падения парашютиста по отношению к потоку. А если мы переключим на САС, Skydiver Airspeed, то это будет скорость потока по отношению к парашютисту. Ну и, соответственно, у нас здесь скорость и высота может выставляться мили в час, километры в час и футы или метры, в зависимости от единицы измерения. При переходе в следующий раздел этого меню, там еще будет устанавливаться температура в Цельсиях или Фаренгейтах. Ну вот, собственно, переход по этим режимам, то есть влево-вправо вы переходите от Flight режима по высотам, локбуку, количество прыжков, дати, настройкам и так далее. Ну и в эту сторону. Каждый из режимов защищен входом, ну то есть блокировкой. Эту блокировку мы снимаем точно так же, как и в первом варианте в ProTracky 1, используя вот этот замочек. То есть мы нажимаем центральную клавишу, ждем, когда замочек моргает. Когда загорается в следующий раз замочек, снова ее нажимаем и удерживаем. И когда замочек загорается третий раз, мы отпускаем эту клавишу. Давайте сейчас попробуем. Извините, наверное, прозевал, но если что. Нет, все, вот мы перешли в режим. Здесь в режиме Flight Mode можно устанавливать погрешность по высоте. То есть добавлять высоту или убирать высоту. Вот таким вот образом. Переходим в следующий режим. Здесь мы можем устанавливать различного рода сигналы. Сколько их там у нас будет? Четыре стандартных набора можно выставить. Из четырех высот каждый. То есть здесь вы можете по очереди их выставить. То есть и в дальнейшем просто переключаться с одного режима на другой. Ну то есть, например, вы прыгаете там FreeFly с 4000 и прыгаете с 1000 метров пилотирования. То есть для того, чтобы это удобно было, вы можете выставить четыре разных варианта срабатывания сигналов. И просто переключаться между ними, не выставляя каждый раз новый сигнал. Вот таким вот образом. Следующий режим. Следующий режим это у нас, ну вот здесь непосредственно, переключение между, установка настроек, переключение между своими высотами. Следующий режим это High Speed. То есть это сигналы в свободном падении. Здесь можно их выставить четыре, либо оставить один пустой, а будет стандартно три пищать. Ну и показывает окошко, какие сигналы у вас будут звучать из первого профиля, второго, третьего и четвертого. Следующий режим, точно так же заходим. Следующий режим Low Speed. Это высота срабатывания, высота подачи сигналов, ну допустим при пилотировании. Точно так же для изменения нажимаем кнопочку, нажимаем второй раз, держим, отпускаем, получаем наши профили, которых мы здесь устанавливаем. Вот таким вот образом. Сейчас перейду в следующий. То есть каждый из режимов защищен блокировкой для того, чтобы случайно не изменили их. Ну здесь это обычная книжка, сюда заходить не буду. Здесь появятся данные после того, как вы внесете свои и начнете прыгать. Точно так же здесь это личная информация, которую вы изначально сюда вносите. То есть время, дату изменяем точно так же. Здесь еще 2017 год. Прибор новый, еще не открывался, не упаковывался. Ну и собственно сами настройки. Давайте здесь более подробно зайдем. Вот. Сейчас, секундочку. Это мы потом, это выключение. Из вот этого режима производится выключение. Я потом его покажу. Сейчас мы просто перейдем. Режим экономии батареи. Либо режим экономии батареи, либо обычный. В режиме экономии батареи, я уже говорил, через 14 часов прибор самостоятельно отключится. Через 14 часов после крайнего прыжка, либо после крайнего нажатия клавиши. Бип. Это вот эти сигналы, которые вы слышите при нажатии батареек. Мы их можем совсем все выключить. И вот видите, ничего не изменяется. Либо включить, и тогда будет прибор при нажатии клавиши сдавать сигнал. Режим бип. Вернее, режим формата прыжка вашего. Здесь у нас может быть 3-5 секунд. Slow, медленный прыжок. Ну, не знаю, может быть там или super slow, wind cute, например. Либо произвольный, который у нас, скажем так, из общего числа. Тут просто прочерки стоят. ТАСС. Трюэр спид. Ну, это скорость, про которую я уже говорил. Следующий режим. Это фут и метры. То есть переключаем фут и либо метры. Следующий, это скорость миль в час, километры в час. И следующий, это температура фаренгейта или цельсий. Это режим заводских настроек. Здесь можно посмотреть, скажем так, номер прибора, насколько я помню. Дату его производства, если не ошибаюсь, 5 секунд нужно держать. Ну, сам первый день играюсь, поэтому могу где-то там немножко не подрассказать. Если есть вопросы, можете под видео их задать, я вам на них отвечу. Вот, ну, собственно, все-все функции. Можем вести единственное еще. Здесь эти все функции нарисованы. Они описаны в виде простого меню. То есть вот из флайт мод, из режима мод, переходим в установки. И переходя стрелочкой вниз, вот что мы здесь сможем получить. В каждом режиме при установке высот есть громкость сигнала. И можно сделать тест. Сейчас давайте попробуем. Можно сделать тест. Так, сейчас, что у нас тут? Выключился, да? Ну, сейчас, допустим, допустим, вот здесь вот. Заходим в режим установки сигнала. Ну, вот, допустим, звук. Какой будет звук здесь? Ну, вот, ну, и тест. Вот, ну, и тест. Таким вот образом здесь все работает. То есть все достаточно просто. Нужно просто, опять-таки, тавтология разобраться. Ну, и теперь с вами перейдем в режим выключения. Как выключить этот прибор. То есть, очень долго сам искал. Несколько раз перечитывал инструкцию. Но все-таки нашел. Честно говоря, лучше один раз показать, чем 25 раз читать. Сейчас мы выйдем из всех режимов. То есть, для выключения прибора вручную нужно перейти в режим настроек. Этот режим у нас в самом конце кнопочками. Вот он. Заходим сюда, в этот режим. И здесь вот есть циферка, которая мигает. На этой циферке должна быть цифра 10. Вы ее набираете вручную. То есть, 10 раз нажимая стрелочку, вы эту цифру увеличиваете до 10. Когда здесь 10, нужно нажать центральную кнопку. Процедура очень простая, но объяснена совсем непонятно. То есть, мы набираем здесь 10 и нажимаем кнопку. Прибор отключается. Вот, собственно, все. Следующим нашим видео, скорее всего, будет обзор Visa. Потому что по ней тоже есть куча вопросов. Пишите отзывы. Все ссылочки добавлю под видео. Что последнее еще хочу сказать. Сюда подключается обычный кабель. Вот у меня кабель с телефона. То есть, мы сюда подключим. На дисплее отобразится меню. То есть, единственное, что если у вас антивирус включен, то будет ругаться антивирус. Нужно будет отключить. Там есть тоже меню настроек. Настройки простые. Выбирая функцию единичка включена, ноль выключена. Ну, то есть, все достаточно тоже просто. И еще, что здесь есть у нас, что мы не рассмотрели при включенном приборе. Здесь вот как раз. Здесь есть в процентном содержании заполняемость вашего локбука. То есть, 100% это пустая. Ну, соответственно, чем больше у вас здесь цифр, тем меньше информации у вас в локбуке. То есть, соответственно, там 1% этого у вас, остаток 1%. И прибор может выдавать ошибки. В зависимости от ошибок вы можете, ну, либо самостоятельно какие-то функции производить с ним по указанию производителя, либо отправить уже производителю код ошибки. Он скажет, что вам сделать, либо отправлять прибор придется. В зависимости, в случае поломок, в зависимости от ситуации. Ну, это из того, что еще здесь такого есть. В принципе, все просто, все работает. Обращайтесь, до новых встреч.